Сделать внешний облик Подмосковья лучше, привлекательнее. Вот на что направлены все усилия Государственного административно-технического надзора, у которого, впрочем, много помощников. Внештатные инспекторы, а их сегодня в области работает порядка 750 человек и общественные советы. Лучших представителей отметили на совещании. На протяжении всего 2015 года в области реализовывался принцип открытости власти и доверия людей. Не обошел он стороной и технический надзор. Постоянный живой диалог с людьми был, сказала Татьяна Витушева, и поделилась своими впечатлениями от поездок в поселение, общения с жителями, где начальник ведомства выслушивала пожелания и замечания неравнодушных граждан. За весь 2015 год, благодаря таким объездам, было положительно решено более 380 серьезных, длительно нерешаемых годами проблем, поднятых жителями на личных встречах при инспектировании муниципальных образований. Двусторонняя связь работает уже не первый год. Это и почта Госадмотехнадзора, и личная почта начальника главного управления. Это и горячая линия для жителей, а также личные приемы руководителей отделов. На совещании Татьяна Витушева подробно остановилась на портале Добродел. С нового года в главном управлении Госадмотехнадзора с этой системой будет работать специальный отдел. Уже на сегодняшний день Добродел превратился в главный канал коммуникации жителей и властных структур и стал необходимым и доступным буквально в каждой семье. За два месяца 2015 года, и это именно тот срок, в течение которого работал этот портал, Госадмотехнадзор согласовал положительно порядка 10 тысяч проектов ответов от муниципалитетов. Половина из этих вопросов уже решены в пользу заявителей. Коснулись и самого больного вопроса – уборки территории от снега. Снежная зима вскрыла ряд проблем, в том числе и проблему нехватки снегоуборочной техники. Форс-мажора у нас не было, но проблемы были. И как раз вот такие снегопады оттянили те болевые точки, где, допустим, мы должны усилить свой надзор экономики. В планах на Новый год, кроме традиционных проверок, прописаны рейды по центрам исторических городов, объектам воинской славы, территориям музеев-заповедников, а также по объектам культурного наследия. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Владимир Бижонов. Видное ТВ. Продолжение следует...